Для того, чтобы детская площадка расцвела в вашем дворе, одного желания будет мало. Есть специальная программа развития жилищно-коммунального хозяйства, и у нее есть основные требования. Начать стоит с обычного собрания жильцов. Совместно с управляющей компанией надо собрать подписи и составить протокол заседания. На основе этого и принимается решение, будет ли украшен двор. Если ответ положительный, то испытания на этом не заканчиваются. Это заявление вместе со всеми прилегающими документами следует передать в управление ЖКХ. Дальше надо будет получить разрешение от энергосберегающих, энергосбытовых и многих других компаний. Потому что может оказаться так, что детскую площадку построят на теплотрассе. Само собой, это недопустимо. Но у программы есть одно важное требование в данном случае, что установка детского игрового оборудования должна проводиться на сформированном земельном участке. У нас в городе Рязани такие, к сожалению, не все. До сих пор квартирные дома стоят на муниципальной земле. И поэтому первое, что нужно сделать, это сформировать и поставить землю на государственный кадастровый учет. Если жильцы уже построили детскую площадку своими руками, то службы города ее не разберут. Правда, если какие-нибудь элементы будут представлять угрозу для жизни, или просто плохо закреплены, ее демонтируют. В противном случае детская площадка будет стоять на радость детям. Правда, компенсацию за свои труды никто не получит. В этом году, например, на детские площадки будет выделено 5 миллионов рублей. Для сравнения, в 2016 году было 10 миллионов рублей. Сумма этого года позволяет обеспечить одной детской площадкой один район города. Но в Рязани целых 20 районов. Поэтому следует расходовать свои силы и свои желания правильно. Продолжение следует...